здравствуйте вы на канале самый лучший день с надеждой и сегодня мы посетим чамские башни которые находятся в пригороде донанга ну почему они называются чамские может тямские еще переводится потому что тут жил коренной народ тямы вот поэтому эти чамские башни сейчас мы стоим у входа вот такой вот ход нам экскурсовод сейчас возьмет билетики и мы пойдем смотреть на это красивое строение которое было построено 700 лет назад вот ну а дальше нам расскажут я постараюсь вкратце пересказать вам вот мы сейчас проходим вот такой да смотрите какие стрекозы вот здесь проходим мы проходим по мосту это вот не река это называется ручей и воды из этого ручья они очень очень священные вот для того чтобы пройти к тямским башням надо пройти по вот такому вот мосту а там если посмотреть то видно как рыбки маленькие плавает вот очень красивое место сейчас мы поедем на вот таком вот автобусе ки на вот такому будет автобусе ки даже чтобы вот на обзорную курсию занимается вот это место вот вот такой открытый автобус а вот здесь села мы хорошо гоним на этом автобусе вот татьяна слушаем слушаем нам интересно вот 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 15-го века на нас на пожар подруга, вместе с рабочими солдатами сюда приезжали фасовские офицеры. Вот сейчас мы находимся на долине, где находятся храмовые струбы. Приехали. Сейчас у нас подвезли по такой хорошей дорожке на быстрой скорости, а сейчас начинается пешая экскурсия. Это глициния, это южное растение, очень нравится. Вот здесь это листики, это не цветочки. А цветочки вот, совсем маленькие. Вау, колючка вот так зацепила шапочку мою. Так, продолжаем. Хорошо, все. На вьетнамском языке называется Сим. Этот куст нужно есть для пищеварительного расстройства. Сейчас, ем, подождите. Ел. Не знаю. Ой, какая надвратительная гадость. Хай его вьетнамцы едят. Вау! Вау! Я не столько у меня расстроена, как у меня, блин, теперь все сжалось внутри. Ужас. Похоже на зеленую курну. Ну да. Смотрите, а теперь к какому мостику мы подошли. Как классно! Обалдеть! Я представляю, как я сейчас напитаюсь этой вьетнамской природой. Ой, я вообще балдею. Я от таких видосов балдею. Вау! 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 Вот! А еще. Смотрите. Даже человек. Человек. И вот буду. Вау! 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 Видишь, какая трава? Тут. Вот. Мы подходим. Какому-то. Храмовому комплексу. Сейчас. А вот собака. нас, кстати, привела. Вот смотрите. Перед нами. Это группа. Хай. Вот, которая была построена, ну, как, в одиннадцатом веке. Угу. 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 было несколько храмов но потом они были разрушены войной да нет вот временем влажностью и вот концу 19 века сюда приезжали простудские археологи которые успевали были реставрировать эти чамские башни но немножечко только добавили видите старая прослойка она очень тоненькая и вот они держатся эти крепко крепко кирпичи друг с другом и когда вот новая реставрация они не поняли как видите все равно разрушается все равно эта глина не такая прочная новая глина не такая прочная как-то видите цемента совсем кажется совсем совсем чуть-чуть но при этом кирпичи плотно прилегает и очень крепко держатся вот а и там что сейчас я смотрю там что то а я хочу посмотреть еще есть растение стыдливая стыдливая мимоза подождите подождите вот сейчас то не дотронься и она хоба и она сомкнула свои листики и у его когда часто вот сейчас я выезжу а вот это вот видите она чик и она согнула свои листики оп 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 вот здесь в этих джунглях обе же обитают олени обезьяны и и кобры и по ночам они выходят ага и еще раз я хочу паску показать большую стыдливую мимозу а ну-ка давай таня тынс 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 смотрите все листьев нету и надо подождать долго теперь чтобы она их раскрыла все расцвела так я конечно сюда боюсь тут змейки могут быть вот я вам покажу видите как в лесу классно так и что меня еще поражает вы часы наверно себя сниму и что меня еще поражает вот мы идем здесь была часть тишина никто не разговаривал тут не слышно щебета птиц тут тихо-тихо роза наш экскурсовод сказала что щебечут птицы только утром на рассвете и все и больше щебета не слышно очень очень тихо у нас лесу так не бывает вот это растительное лекарство ля лёд ля лёд она помогает от повышения давления вот такое лекарство сейчас я попробую его съесть хотя у меня давление пониженное но я попробую для вас попробую с привкусом какой-то такой интересный привкус вкусно а вот еще какая-то хижина сейчас я покажу прошла вперед чтобы без туристов показать он вот красоту нетронутых мест на солнышко сегодня вот такие джунгли попробуй тут пройди тут все затянуто вот если даже тут нету травы какие-то лианы они цепляются за ноги и очень-очень тяжело я так думаю те археологи куда которые сюда первые пришли французские археологи 150 лет назад которые нашли эти тямские башни и было конечно добраться до них очень-очень трудно вот а там какой-то еще ручей или что это вот дальше проходит вот здесь были построены сначала самые первые храмы во втором веке нашей эры по нашей эры деревянные потом они сгорели потом шестом веке нашей эры их построили кирпичные но так как были была война американцы сволочи они все развалили вон под крышей видите часть сохраняет маленькую часть сохраняет под крышей для того чтобы оставить вот эту реликвию все равно энергия старых до старого здания сохраняется вот красиво и все равно энергия тут идет пускай это кусочек пускай 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 это немножко но все равно вот энергия какой-то старины и священного места она здесь сохраняется сейчас еще подходим тут все думает как же были созданы вот эти скульптуры скорее всего их сложили а потом обожгли это чамске мужской половой орган где 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 мужской половой органу ой надо тут сфотографироваться обязательно да ты чтобы что вот это все мужики тут приходят и блин должны руки свои приложить моему видео руки приложите все будет у вас нормально как раз памятник фалласу хорошо вот на все рядом с памятником и памятничек сах захвати чтобы он был подожди так я хочу чтобы памятник я тебя сняла теперь меня чтобы с памятником фалласа я была вот сюда встань возьми мои как-то очень хочется памятник фалласа а дальше вон стань на камни прикоснешься можно вот так нормально вот этого там едва это рим храм дом я четыре отрядом вот так как который находится подряд с первым храмом ножка еще храна вот и один храм вас создали видите вот смотрите вот там я сема который был реставрирован недавно был реставрирован недавно но как будем храме группе джи вот немножко реставрировали археологи а дальше не знали как реставрировали по фотографиям девятнадцатого века которые сделали французские археологи поднимаемся по тропиночке группы джи ула построена в двенадцатом веке в честь шивы духа разрешения в этой группе были раз два три 4 5 5 храмов вот там джи один гламбы где поклонялись индуистским духом это храм борода храм дом где вот монах император чиновники медитировали перед тем как они выходили переходили через храм борода заходили за водой в храм воды вот так там есть и вот они входили в главный храм на церемонии в отличие от других главных храмов у этого главного храма три выхода три выхода здесь написано на санскрите на санскрите берут начало языки тайский лаоский камбоджийский здесь написаны слова на санскрите наверное они уже археологи мира расшифрованы вот здесь это замок это храм бога ши построенный в двенадцатом сейчас сейчас построенным двенадцатом веке туда нельзя подходить а вот сюда перейдем к следующей группе три группы там где сохранилась больше всего храмов сейчас мы идем туда сейчас еще немножко хочу снять природы лес река вот мы переходим по речке вот здесь вот такая вот красотища там мы были а здесь маленькие речи плавают вот мы подошли к трем храмовым группам сейчас мы зайдем внутрь храма и посмотрим какой храм изнутри тут немножко конечно реставрировано немножко сделано крыша это шива танцующий шива разрушил разрушилась бы да видите специально укрепляющие такие штучки чтобы здесь ничего не развалилась энергия старых мест энергия какой-то другой религии тут присутствует тут присутствует очень классно американцы которые приезжают сюда они сердятся когда им рассказывают что и здесь они разбомбили вот такие вот храмы вот миролюбивые миролюбивым американцы им стыдно им стыдно за то что их потомки вот так сделали этот храм где нет ни одного окна есть только вход и в этом храме задумывает желание здесь твое желание оно как раз придет к богам и никуда не улетит сейчас я иду туда вот сейчас подсвечивает мне фонариком здесь находится алтарь вот это место это постамент вот линьгама вот раньше здесь был вот линьгам но линьгам уже унесли отсюда и вот это священное место задумаем желание вся мы приняли европейскую культуру и вот немножко похоже на греческие колонны вот я сейчас подойду колонна которая свалилась вот она да она как с греческой культуры даже с римской империи немножко похоже вот эта колонна вот и вот там где постамент этих колонн и вот еще разные разные место необычное я зашла туда там где загладывать желание не представляете мне такое впечатление что у меня я прикоснусь руками к этому алтарю и что у меня шла энергия и когда я сказала все хорошее должно развиться все плохое должно уйти у меня как 13 я слышала как что-то лопается и таким потоком реки уносится вдаль я вообще это очень как-то необычно это поток такой явный поток энергии это что такое хлебное дерево нет джеб фрукт вот смотрите как растет джеб фрукт вот это что мы ели пластиночки очень вкусные сейчас я покажу вот и мы хотели посмотреть вообще какой он большой вот а помните мы да мы пробовали вот таки очень вкусно вот да 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 вот же фрукт он вот такой и вот смотрите какое-то дерево с такими листьями очень вкусные пластинки вот таки а сейчас я вам покажу как растёт какао вот дерево какао и вот сами плоды какао вот смотрите они прям растут на самом дереве вот видите на самом стволе тут прям приклеены к стволу вот еще смотрите вот вот какао вот какао здесь находится да 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 а сейчас мы на концерте красивый концерт я немножко запишу будем из вырезки каждого танца сейчас отключусь а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы же ее ели уже, лемонграсс этот Где-то там, наверное, может повыше Вот, запах необычайный Вот, люди впереди идут по дорожке Вот так Сейчас еще какой-то речки кусочек сниму И все А, тут, наверное, не речка, тут просто углубление Ну ладно Все оставим Оставим немножко Заряда для пещер Ну все, вот мы и приехали Сейчас я потрачу время на поиск какого-то символа И напоминания Может куплю магнитик, может тарелочку себе Про вот эти тямские башни Вот Сейчас другая группа отправляется туда на башню А я заканчиваю свое видео До свидания Подписывайтесь на мой канал Со мной интересно И не забудьте про лайки Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok